Я, наверное, тоже, как и многие люди, попала под это очарование этих собак Влияние в такой ласке, неземной красоты Лично мои собаки, они безопасны на 100% А 80 километров – это уже какое-то путешествие Что можно сыграть на гусли? Да всё, мы даже Цоя пели Добрый день, в эфире подкаст «Сельское предпринимательство. Вдохновляющие истории» И я его ведущая Светлана Бызова Подкасты записываются в рамках проекта Архангельского центра социальных технологий «Гарант» Развитие малого предпринимательства в сельских районах Архангельской области Сегодня у нас в гостях Валерия Шишко – сельский предприниматель из деревни «Фабрики» Холмогорского района Владелица центра ездового туризма «Фабрика Хаски» Добрый день, Валерия! Здравствуйте! Валерия, считаете ли вы себя сельским предпринимателем? Если мы на селе, значит, я сельский предприниматель Хотя я считала, что сельское предпринимательство – это немножко другое То есть относится к сельскому хозяйству больше Это очень интересно То есть вы считали, что сельский предприниматель – только тот, кто производит сельхозпродукцию какую-то Да, ну у меня было такое, может быть, это стереотип, наверное А мы в рамках нашего проекта приняли решение, что мы считаем сельскими предпринимателями всех, кто реализует какие-то предпринимательские проекты на селе Поэтому вы для нас абсолютно точно сельский предприниматель Как давно и с чего начался ваш проект? Наш проект начался с любви к собакам Это в первую очередь Так три года назад мы купили дом в деревне Фабрики Деревня Фабрика представляет из себя вообще всего три дома Она находится на отшибе, можно сказать, что это хутор И начали его приводить в порядок Потом появились еще собаки В этом году я пригласила для работы известного спортсмена ездового спорта Сергея Особова И мы вместе с ним будем в дальнейшем развивать наш проект Ну то есть мы уже как бы вместе его развиваем Деревня называется Фабрики, поэтому ваш проект называется Фабрика Хаски Правильно это? Да, именно так А почему Хаски? Вы вот сразу пришли к этой пародии или какие-то были другие эксперименты? Нет, мы сразу пришли к этой пародии, потому что вообще, конечно, я, наверное, тоже, как и многие люди, попала под это очарование этих собак По влиянию вот этого такой ласки, неземной красоты Но потом я в них также влюбилась И у нас появился в нашей жизни ездовой спорт А ездовой спорт, он подразумевает какие-то дальние расстояния Там вот зимние длинные прогулки Ну не только зимние, но и в любое время года с собакой И хотелось, чтобы вот это все было прям вот близко, прям вот рядом с тобой Поэтому мы выехали в деревню и теперь живем там, можно так сказать Все равно вот многие говорят о том, что какой бы ни была собака доброй для хозяина Она может быть, может проявлять агрессию по отношению к чужим людям К вам приезжают семьи с детьми и дети играют с собаками Вот действительно ли Хаски настолько безопасны, что можно даже детям разрешать к ним приближаться? Лично мои собаки, да, они безопасны на 100% Если собака... У нас есть две приемные собаки Их мы, поскольку я их не знаю изначально, их историю Их мы в принципе к детям не подпускаем Потому что я не знаю, что... Ну действительно может что-то произойти Потому что очень поведение зависит от хозяина поведения собаки То есть как он ее воспитал, как он к ней относился Лично моей собаке, они, я вот гарантирую на 100% Никогда ребенка не укусит и ничего плохого ему не сделают То есть я правильно поняла, что вы подпускаете к детям Только тех собак, в которых вы абсолютно уверены? Да, да Родители могут не волноваться? Нет, родители могут не волноваться Мы иногда волнуемся за собак, потому что родители пытаются почему-то детей сверху там ставить Дети бегают с палками вот так вот и пытаются бить собак То есть ну тоже всякое бывает Поэтому... Ну на самом деле это ведь огромная такая воспитательная работа Которую вы проводите по отношению к собакам Это тоже одна из идеологий То есть у нас есть идеологический подтекст всего нашего предприятия Да, так скажем, всей нашей работы Это в широком смысле экологическая составляющая Наверное, что люди и животные это все-таки братья по крови Да, нам бы хотелось людей, чтобы люди начали понимать животных И, конечно, животные, особенно собаки, а именно порода хаски Они пробуждают в людях доброту То есть они своей любовью, тем, что они не агрессивны абсолютно Они как бы... Даже если человек с какой-то там опаской, осторожностью, да Пришел к нам, он уже уходит весь окрыленный Уже подобревший, так скажем, в плане доброты, а не невеса Родители ведь зачастую детей настраивают именно так, что чужая собака Есть такое, но на самом деле я считаю, что больше надо бояться людей, чем собак Некоторая агрессия, наверное, рождается у детей Это неправильная позиция Я видела ваше видео в Инстаграме И обратила внимание на то, что вы со своими собаками как с детьми разговариваете Конечно, так они же дети Это мои дети Это очень впечатляет на самом деле И я так понимаю, что вы предлагаете занятость для людей, которые приезжают к вам в центр И зимой, и летом Да, мы разрабатываем и зимние, и летние программы Вот у нас зимние программы сейчас в разработке Мы предлагаем туры на 3, на 10, на 50 и на 100 километров 100 километров, это, соответственно, по запросу То есть, если кто-то захочет Ну вот, стандартные вот на такие Стандартные 3 километра, да? Ну, самые, да, короткие 3 километра, 3, 10, 50 То есть, 50, это те, кто хочет пойти вообще там Почувствовать себя полярником Пройти вот по лесам, по полям Это, ну, такое Я все про безопасность У вас ведь маршруты проходят по лесу Конечно Насколько это безопасно? Абсолютно безопасно Безопасно, то есть Ну, то есть, вот эти страшилки про волков Я не знаю, я не видела У нас к нам не приходили волки Мы как-то спокойно к этому относимся Я считаю, что это очень много шума из ничего То есть, зимой вы предлагаете пешие такие? Нет, мы летом предлагаем пешие прогулки с собаками Это называется док-трекинг Когда человек к человеку к поясу Человек на поясе, потяг и собака И собака, в общем-то, тебя ведет Это даже как собака тебя выгулила Вот Все люди, которые к нам приезжали В общем-то, остаются очень довольны Кроме того, мы же У нас проходит экскурсия То есть, мы рассказываем об этих собаках О пароде О ездовом спорте в общем Человек идет на прогулку с собакой То есть, он сливается и с собакой, и с природой То есть, мы идем по полям, по лесам Фотографируемся Это очень интересно на самом деле Далее мы предлагаем у нас чаепитие То есть, просто общение Какие-то показываемые материалы Вообще по гонкам У нас есть мастер-классы То есть, можно на гуслях попробовать себя В этом деле Я еще отдельно вас спрошу А мне все-таки про док-трекинг интересно Вот в чем привлекательность док-трекинга? В том, что такая прогулка с собакой Или это скоростная прогулка с собакой? Ну, вообще собака Когда вы пристегиваете себя к собаке Собака тебя тянет Потому что это не та собака Они научены Они привыкли тянуть То есть, как они тянут у пряжку Так они тянут и вас То есть, вам легче идти Но они как бы вас... С одной стороны легче идти Да, просто легче идти Идешь быстро, поэтому Идешь быстро, да Это нагрузка физическая Нет, это как ветер в спину То есть, когда вам ветер в спину Вам же, наоборот, проще идти Скажите, а вы сами Как часто? Я бегаю с собакой Бегаете, да? Это называется каникрос Но это тренировка обычно Так, как на соревнованиях Сколько там? Четыре-пять А вы тоже профессиональная спортсменка? Ну, я бы себя профессионалом не назвала Ну, стараемся Растем в своих глазах То есть, ваша команда такая Достаточно профессиональная То есть, вы понимаете? Ну, я считаю, что да Понимаете там все Трудности, с которыми может столкнуться человек Да, подсказываете, как их преодолеть? Конечно, конечно Я познакомилась с вашим проектом довольно давно Когда вы принимали участие еще в акселераторе Который проводил, я думаю, что Туристко-информационный центр областной Там именно была защита проекта И вы говорили о том, что наибольшая опасность для вашего проекта Это отдаленность деревни, фабрики И плохая дорога Действительно ли это стало таким серьезным препятствием для развития проекта? Или наоборот, может быть, плюсом? Ну, вы знаете Я думаю, что это неплохо на самом деле Сейчас, поскольку если бы там была хорошая дорога Этого места, ну, возможно, что оно было заселено бы То есть, а так оно хорошее, да Там у нас плохая дорога, всего один километр на самом деле То есть, в принципе, люди добираются и неплохо А то, что 80 километров от города Это даже плюс Потому что вы все-таки совершаете какое-то путешествие Это не то, что вот выехали тут за 10 километров Прокатились и уехали Считать 10 километров, это вы практически в городе А 80 километров, это уже какое-то путешествие, так скажем И все равно, чем дальше от города Тем лучше, тем лес как-то приятнее Чище воздух И нет таких городского шума Тем более у нас, поскольку мы находимся недалеко от Халмогор А туристический поток завязан еще и на Ломоносове То есть, это такой бренд Мы как бы недалеко, поэтому Есть точка притяжения туристов Которые от Ломоносова едут к нам А кто вообще вот ваш турист? Кто ваш клиент? Все-таки к Ломоносову, мне кажется, едут какие-то вот А вы знаете, очень разные люди Абсолютно разные Потому что, мне кажется, если человек любит животных Он любит их всю жизнь Это и такая активная молодежь Которые приезжают зимой Именно на лыжные прогулки с собаками Покататься на упряжках И люди старшего возраста Просто пообщаться с собаками Просто погулять у нас Некоторые просто приезжают и гуляют по трассам Пешком ходят Дети вообще в восторге Ну, приехать на экскурсию, естественно То есть можно же просто Абсолютно разные люди Я даже не могу сказать четко, какая категория Конечно, нам интереснее, чтобы приезжали люди Которые поедут на 10 километров, на 50 То есть это нам интереснее Но мы, конечно, рады всех там И экскурсию проведем, и расскажем Потому что сегодня они приехали на экскурсию Завтра они все-таки созреют на 10 километров прокатиться Валерия, а сколько у вас собак на сегодняшний день? Сейчас около 30 30 собак Это же вот много Ну, если сравнивать с питомниками Там Москвы, Мурманска и другие большие питомники То это немного То есть там по 100 Питомники занимаются в основном разведением Нет, в данном случае питомник Это место, где содержатся собаки То есть купить собачку у вас ведь нельзя? Нет, мы не продаем Можно только пообщаться, познакомиться То есть мы их готовим, мы их тренируем С ними работаем Скажите, а вот какая информация о собаках интересует людей? Что они хотят узнать? Вообще они хотят узнать о породе Как с ними, если кто-то хочет приобрести собаку Да, к нам бывают приезжают люди, которые хотят завести хаски Вот мы их отговариваем А почему вы их отговариваете? Ну, вот я уже сказала вначале Что хаски, они стали немножко жертвами вот этой своей красоты То есть люди заводят собаку И сейчас очень много собак Они просто оказываются на улице То есть они с ней не справились Она требует внимания особого То есть выгуливать Она там ест всё подряд Съедает квартиру Если её оставляешь надолго одну Там воет и так далее И я знаю, что хаски ведь очень подвижные собаки И нужно бегать, много бегать Люди заводят собаку Особенно непонятно, когда пожилые люди в возрасте заводят И потом собаки оказываются на улице Мы можем сказать людям о том, что хаски нужно заводить Только если вы готовы с ней там 5-10 километров ежедневно Нет, это немножко тоже миф Что там каждый день нужно с ними бегать Нет, просто нужно уделять внимание Понятно Собака требующая большого внимания Ну, любая собака требует внимания Но эта порода, она несколько такая Вы упомянули о том, что можно у вас научиться играть на гуслях Это вообще какой-то, по-моему, невероятный совершенно Да, у нас проходит мастер-класс Как раз вот Сергей проводит эти мастер-классы Он гусляр Можете приехать То есть по вечерам Над деревней фабрики Иной раз разливаются звуки гуслей Ну, бывает, да А, например, что можно сыграть на гуслях? Какие мелодии? Да всё Мы даже Цоя пели Ничего себе Ну, конечно, русские народные там мотивы Ну, это как гитара, только звуки другие Какие у вас планы Насчёт вашего проекта в будущем? Что вы планируете предпринять, чтобы Ваш проект получил развитие? Всегда ведь хочется? Ну, мы сейчас в самом начале пути Можно так сказать, да Сейчас развивать Соответственно, привлекать больше туристов То есть работать с какими-то рекламными вещами Организовывать Искать новые маршруты Какие-то туры интересно организовывать Вот у нас есть план Вот мы вчера как раз Хотим организовать тур От фабрики до Капачёва Нас тут поддерживают вместе предприниматели Вот И хотели, конечно, мы организовать ещё тур Фабрика Голубина Но это сложнее Потому что там 130 километров И вот Ну, не знаю, посмотрим Ну, вообще, вот Пока в развитии именно Мы видим В организации В улучшении организации именно туров Ну, я так понимаю Что смысл не в том, что далеко идти А смысл в том, чтобы посмотреть ещё что-то интересное Да, на территории Архангельской области Ну, по-разному Я не знаю, честно говоря Мы думаем вообще о каком-то таком маршруте Который можем предлагать вообще туристам там иностранным Да, то есть вообще по русскому северу И как бы одной из точек Должна быть вот наша база, так скажем А вот с точки зрения развития инфраструктуры У вас на сегодняшний день построен вольер Я понимаю, да? У нас вольеры, гостевой дом отреставрирован Сейчас мы делаем домик для персонала То есть где вот мы сами будем Потому что сейчас пока у нас такой формат Что гости приезжают в гостевой дом Они живут на первом этаже Мы на втором Мы как бы хотели бы Так, чтобы можно было их оставить одних Да, то есть вот такой формат Насчёт бани мы думаем Но, к сожалению, пока нет средств На самом деле, вот я не знала Что можно остаться у вас там с ночёвкой Ну как это? То есть можно приехать на несколько дней У нас очень много людей ночевало Первые люди, которые у нас ночевали Это вот мы открылись 28 декабря В том году 2018 Когда мы начали катать людей Вот, и со 2-го на 3-е число У нас ночевали 4 москвича Они первые приехали Ну и вот практически весь январь у нас так ночевали Как вы их обеспечиваете питанием? Или они сами? Они сами, они покупают кухню У нас есть кухня, да, можно всё приготовить В принципе, то есть это не проблема Ну вот это интересно Единственное, что иногда хочется, чтобы кто-нибудь за тобой поухаживал Когда ты устал и прибежишь после большого маршрута длинного Ну на самом деле они приехали вечером И уже только на следующий день они катались Да, нам интересно, чтобы люди, которые у нас ночуют Они брали туры То есть чтобы мы их катали Потому что просто, ну, приехать переночевать Это не совсем наш формат Гостевой дом и ночлег, ночёвка, да Это дополнение Ну для нас больше Понятно, что если люди хотят приехать переночевать Мы не отказываем Но нам хотелось, чтобы они брали ещё туры Вот оглядывая сейчас на... Сколько вы сказали уже лет вашему проекту? Три года? Ну, три года назад мы купили дом Проект заработал... Ещё года нет Ещё года нет То есть оглядываться особо пока ещё так... Да некуда, да Пока некуда Ну в принципе, вот сейчас уже какие-то первые шаги сделаны Вот как вы ощущаете, есть будущее вашего проекта И насколько оно грандиозным вам кажется? Я уверена, что оно есть Во-первых, когда с тобой работают профессионалы Это уже даёт тебе уверенность То есть если человек профессионально занимается издевым спортом более 15 лет И он откликнулся и приехал к тебе работать с тобой И в том месте, где ты вот это вот всё придумала, организовала То, соответственно, и он видит это будущее И я вижу И поскольку мы в Архангельской области одни То, естественно, у нас просто нет конкурентов Вы в Архангельской области одни Да Здорово И я слышала, что вы ведь проводите и спортивные соревнования Нет, мы не проводим, но в будущем, я думаю, будем А, это только в будущем Ну вот есть люди, которые занимаются спортом Но никто вот так профессионально не катает И на такие туры не организовывает Итак, у нас в гостях сегодня была Валерия Шишко Сельский предприниматель из деревни Фабрики Холмогорского района Владелица Центра ездового туризма Фабрика Хаски Спасибо вам большое, Валерия Всего доброго Всего доброго До свидания Приглашаем вас к нам в гости на зимние программы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok